Прекращать все в официальную какую-то процедуру, мне хотелось бы, может быть, поделиться тем опытом нашей работы, который в этих рамках работает. Формат встреч немного другой у нас на этом семинаре. Понятно, что, как правило, участники это петербуржцы, но в этом случае участники тоже имеют возможность приехать, в зависимости от своих обстоятельств, выступить. И в рамках семинара «Проблемы современной аналогии» мы ориентируемся на более подробную дискуссию выступления. Вот если кто-то не знаком с регламентами, я могу сказать, что мы даем сорокному докладчику исключительно на презентацию его доклада, и затем некоторое время на вопросы, и потом специально отдельно устраиваем дискуссию, если, конечно, де-факт она получается, складывается. И это позволяет более подробно разъяснить и своей собственной позиции, и высказать критику в адрес докладчика, и, наоборот, в чем-то его поддержать. То, что на конференции, конечно же, не всегда есть возможность сделать, и более подробно обсуждаются в позиции договорного исследователя. Мы пытаемся как-то реабилитировать и восстановить именно в рамках такого семинара. В этом семействе у нас, в общем-то, на самом деле, было одно только заседание, зато очень эффектное. Это был доклад Петра Владиславовича Резвых из Москвы, из Шишколы экономики. Он полиставал об аналогической роли воображения философии Шеринга. Но у нас были интересные доклады, с другой стороны, на Васильевом семестре, в основном наших петербуржских исследователей, и молодых, и более юнитых. Но у нас есть определенные планы и на будущее. То есть, вот сегодня, как раз в рамках семинара, деятельности семинара про современные антологии, пройдет встреча с Анатолием Валерьяновичем Ахутиным. Причем, вот, Петр анонсировал это как лекцию, в основном, да, но сам Анатолий Валерьянович высказывался. Это, в общем, соответствует как раз и пафосу нашего семинара, интенции нашего семинара. Сделать не столько какую-то большую, раздорнутую, поучительную лекцию, да, сколько озвучить некоторые теисы в связи с его пониманием первой философии, с его пониманием анатологии, и в большей степени уделить место дискуссии. Поэтому, может быть, даже то, что казалось с первого момента катастрофы, да, может быть, даже, я имею в виду, проблемы с аудиторией, которые у нас возникли, может быть, даже в чем-то, и будет соответствовать, с самому характеру мероприятия. То есть мы думаем так, что с 15-30, допустим, час или полтора мы проведем здесь за докладом Ахутина и вопросами, которые относятся к этому докладу, за начинающим. А потом одновременно сделаем перерыв и перейдем на нашу вторую площадку, бежевую 14-го, где мы уже встречались неоднократно. И там проведем дискуссию уже на основании ТЭИ, создавали немножко другую, более неформальную манеру. Тем более, если нас пустят в другую зону, мы еще не затруднены, с кого сможем собраться. Наверное, это будет даже очень хорошо. Я точно позвонил Петру Михайловичу, он сказал, что, в принципе, нас пускают туда. Вопрос в том, чтобы открыть дверь. Там дверь не поддаётся почему-то. Открыть её? Такими привлекательными. Но дверь не пускают. Но дверь не пускают, да. Даже дверь против нас. Но я надеюсь, что Петр Михайлович справится с дверью и как раз вернется к нам на заседание антологического общества. Так что вот, что я хочу сказать, да, что это относится и к петербуржцам, и тем, у кого есть возможность. Потому что, к сожалению, мы не можем оплачивать все командировки. Может быть, мы сможем в экскорации оформить командировочное удостоверение, да, оформлять, в то же обмазать, да, эту сторону сделать. Но, оплачивать это мы сможем, но если у вас есть возможность, да, за счет заведения, например, вашего учебного, приехать, то мы тоже приглашаем по договоренности предварителей приезжать к нам и выступать вот более развернуто, более развернуто, чтобы обсуждать вашу позицию. Опять-таки, все это можно дублировать еще и в интернете, но об этом особенно, наверное, нужно сказать. Вот, но планы у нас есть разные. Самые на следующий семестр, в принципе, у нас уже есть согласие собрать у петербуржских коллег, у Натальи Андреевны Артеменко, которую, как вы знаете, недавно перевела «Надр Берихт Хайдекера», да, вот «Равнюю рукопись», интеркредирующую Аристотель, которую Хайдекер и Сиду создали в «Бытие и Времени» при своих претензиях на тверское место концептировал, и написал небольшое последствия, да, например, не сопровождение вот к этому переводу отдельным небольшим томиком Андреевтичным, который сопровождение с переводом тем не менее продается, и я думаю, что она будет именно об этом рассказывать. И у нас есть согласие с Фёдором Астанжевским, тоже петербургским философом, он, в общем-то, за рубежом тоже очень много, и вот сейчас у нас живет и работает, но я попросил его подготовить доклад об антологичной стороне, и, скажем так, концепцию поля Рикера, да, вот как раз о том, как Рикер трактует формальную онкологию, реабилитальную онкологию, да, регулятивную и конститутивную смысл онкологического учения, я думаю, что это тоже было страшно интересно, вот, как правило, хотя, к сожалению, это не всегда выполняется, мы просим участников, да, выступающих на семинаре, где говорим на свои пейсы и ссылать, чтобы они тоже могли публиковать хотя бы за неделю, ну, с Анатолием Ульяновичем мы решили это делать, вот, вообще, это была такая сложная практика у нас сессионного, ну, обычно мы так делаем, да, так что нужно, может быть, с этим познакомиться, ну, и другие планы есть, у меня есть желание, я думаю, что, на самом деле, докладчик пойдет на встречу, и Тима Халопытна расскажет нам о, скажем, американской антологии и вот американских исследований в области, формальной антологии, но пока я с ним еще не разговариваю и надеюсь, что у нас будет об этом договориться. Ну, опять-таки, еще раз я повторяю свои приглашения, да, не забывайте нас в этом плане и сообщайте условия желания и возможности выступить на этом семинаре. Вот, возможно, кстати, будет еще докладчица из Уфы, ну, если не помню, не ошибаюсь, Девичем, по-моему, фамилию. Ну, вот Александр Васильевич может поправить. Есть, да, Анастасия, да? Вот, мы с ним. Да? Да, есть такая. Вот да, мы с ним переписывались. У него, мне кажется, он, по-моему, 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 по-моему. Ну, да, в общем-то, я знаю его под второй фамилией, Просто мне действительно понравился ее доклад на секции «Онтология» на Конгрессе Нижнего Новгорода. Если у нее будет возможность, то она бы приезжала и по полу понятий «вещи» в ее трактовке сделала доклад. Так что мы тоже действительно стараемся, хотя не всегда есть возможность за рамки только петербуржского антологического сообщества «Онтологии» на этих семинарах и каким-то образом расширить доли, расширить состав деятельности этого семинара. Еще один достаточно развивающийся направлений – это презентация работы сообщества на разных инкарнатных ресурсах. И тут я хотел бы обратить внимание на программу, на первый издах, где вы можете найти… Кто-то пошел в свою программу, по-другому? Слышно, дайте. Ну, вы все тоже прекрасные люди, да, я просто еще раз скажу, что вот даже не могут мне помочь. В самом низу есть сайты, адреса наших сайтов. Есть сайт конференции, ну, это сайт той программы, с которой Сергей Михайлович учился в ВУЗе. Сайт, собственно говоря, «Онтологического общества», где, в том числе, вы можете найти информацию о научном совете, и о некоторых тейсах, например, тейсах конференций и тейсах докладов на семинаре «Онтология». И вот я еще хотел бы обратить внимание на две странички в социальных сетях – страничка группы ВКонтакте и страничка группы в сети Facebook. Вот здесь мы опубликуем всю информацию о наших проводимых нами мероприятиях, стараемся публиковать отчеты, в том числе фотоотчеты, не идут об этой конференции, вы фотоотчеты можете найти, часть уже фотографий выложены, часть уже выкладывается в ближайшее время. И поступает вот такая критика, на мой взгляд, скромедливая, в том плане, что, скажем, в социальных сетях мы в основном увлекаемся внешней стороной дела, мы в любом анонсе, в любом отчете, фотоотчеты, но там очень мало содержания каких-то вещей, и вот я думаю, что в ближайшее время поговорю с коллегами, с Петером Михайловичем, с Игорем Николаевичем, мы подумаем, какие материалы там нужно будет разместить, и, если можно будет, мы их разместим. Я думаю, это могут быть и дейсы конференции, и какие-то статьи, и еще что-то, может быть, выводить там. И в том числе технически можно вести обсуждения по лимитам в интернете, на этих страничках. Я думаю, что, наверное, это тоже то направление, в котором можно было бы работать. Хотя опыт показывает, что такого рода обсуждения они очень часто забивают, всегда в топик переходит или же вообще пробуксовывают. Поэтому, конечно, нужна модерация, и в этом отношении, наверное, нам, вот, троим активистам, да, физкульственных сил, может, и не хватит на это. И мы приглашаем тоже вас в сотрудничество, в ходе модерирования, дискуссий, посыловки вопросов. Тоже приглашаем вас проявлять инициативу, ставить свои вопросы, проявлять свои темы, да, как-то их развивать, поддерживать и так далее. Вот, ну, на мой взгляд, это, конечно, главное направление, то, что, о чём я мог бы сказать, я думаю, что Петр Михайлович, и Тихий Михайлович, то, что о нашей работе скажет, о том, 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 о том. Спасибо.